все, теперь все, что вы напишите, все, что мы скажем, все будет записано, и все может использоваться против нас. Да? Да. Так что, сразу скажу, сегодня у нас в гостях, не в гостях? Какой в гостях? Сегодня у нас дошел на занятие, наконец-то, смелый человек, Самарский Роман Вячеславович. Да? Именно. Вот. Роман очень переживает или не переживает? Сейчас мы узнаем у Романа. Нет, не переживает. Ни капли не переживаешь? Абсолютно не переживает. Так, все, Роман не переживает. Так, настраиваемся на работу. Нам нужно будет сегодня книжечки правила дорожного движения. Вам ровно минуточку даем, на то, чтобы вы их нашли. А пока вы их ищите, сразу предупредим, что нас может техника прерывать, да? Насколько? На минутку примерно? Ну, поменьше, наверное. Ну, где-то на минутку. Нас может зум, скажем так, куда-то выбрасывать там или еще. Как это правильно назвать, Ром? Да, интернет отваливается. Ага, да. Ну, короче, как сказал Рома, что-то отваливается. Ну, не на совсем. Потом назад оно прилипает, и все в порядке, да? И все опять становится в рабочем состоянии. То есть, отвалился, прилепился, но рабочее состояние сохраняется, да? Да. Все хорошо. Так, поэтому ни капли, ничему не удивляемся, если вдруг раз, и мы пропали, да? Самое главное, нам, я думаю, Роман будет отслеживать, когда мы... Рома, будешь отслеживать? Да, конечно. Все, Рома пообещал. Отслежим? Так, Рома будет отслеживать, на каком моменте от... Правильно я говорю, отвалился интернет, да? Как интернет может отваливаться? Ну, ладно, отвалился интернет, и мы тогда будем, когда он снова привалится, или как? Пусть будет привалиться. Привалится, мы будем снова с этого места сортовать. Все. Откладываем все ненужные вещи. Так, ну и тема нашего сегодняшнего занятия. Рома у нас тоже пишет конспект. Рома, вот ты мне скажи, а правда ли все пишут конспект? Вы все пишете конспект? В смысле, правильно? Правильно ли я пишу? Нет, правда ли, что все пишут конспект? Вот мне вот, лично мне кажется, да, что, ну, не все, а тем более, когда никто не контролирует. Знаете, правда ли, когда никто не контролирует? А зачем? Возникает логичный вопрос. Ты, ну, давай про тебя поговорим, Ром, ты же не знаешь, как там, к примеру, список из, еще и 29 человек, как они себя ведут. Но ты все время ведешь конспект? Я, да. Вы знаете, как-то все приходят и все такие вот, и конспектик ведут там, а девочки еще приходят с цветными фломастерами. Вот так вот все, раз, и все цветные фломастеры подчеркивают, выделяют. А дома, наверное, принтер стоит, еще и картинки какие-то распечатают, да, из прямой трансляции, и потом их еще клеим. Просто намного удобнее писать конспект и плюс еще к тому, визуальная память все-таки тоже присутствует. Ааа. То есть мы запоминаем не только что слышим, но еще и то, что видим. Так, это совет от Ромы. Рома, ты этим советом, я надеюсь, бесплатно поделился? Конечно. Да. Ну и теперь, как бы, хотелось обсудить вот такую интересную тему. то, что у нас будет сегодня на занятиях, это да. Вот что у нас придумалось? Думали, думали, каждый раз думаем, как улучшить занятие. Новая идея. Каждый раз возникает какая-то новая идея, как все делать лучше и лучше. Так что, как и вы находитесь в процессе обучения, так и мы тоже что-то придумаем, чему-то учимся. То есть у нас тоже идет постоянный процесс обучения. И вот такая. Рома, что тебе известно про курс? Будет теория, а потом что будет? Ну, практика, конечно. Ну, практика, практика. Сколько занятий? Насколько я помню, часов 15? 15 часов, да? Ну, у нас будет, давай так, там часы, вот это все, учебный час, это 45 минут, чтобы не мучаться, да, перефразировав, максимально легкую для понимания фразу. 10 раз, 10 будет вождение, по полтора часа. Ну, так проще? Да. Вот. Ну, тут ничего сложного нет? Нет, конечно. Мы придумали, что нужно сделать что-то типа вождения, но по теории. Кто мы? Мы? Да, Рома придумал. Нет, Рома, ну, понятное дело, что не ты придумал. Ну, вот появилась вот такая идея, как бы есть, у нас идет теория, да, а потом практика, 10 занятий. Вот так и по теории мы решили сделать экспериментально, именно вы первой будете группой, именно вы нас будете оценить, мы будем по вас оценивать, насколько это нужно. Вот, практическое занятие сделать одно. Ну, по теории, как бы не так интересно, но не про совсем теорию идет речь. Мы пригласим, у нас есть, придет врач, который будет давать практической, не теория, а практику будет давать вот одно занятие для желающих. То есть, чтобы сдать экзамен, вы там все будете знать, вам врач все это записано, мы сняли это на видео, его полностью занятие, мы не каждый раз его приглашаем, да, мы просто записали видео, и он там все очень шикарно рассказывает. но еще появилась идея сделать практическое занятие по оказанию первой медицинской помощи. То есть, потренироваться на манекенах уже, искусственное дыхание, вдох-выдох, там, через нос, через рот, там, как накладывать, я не видел. Поэтому я сейчас, может быть, что-то и расскажу, а будет еще круче. Накладывание повязок, там, я не знаю, может быть, как из автомобиля вытаскивать правильно. Вот такое все. Вот придумали. Ромка, лично твое мнение, как вот такое? Это пожелание. То есть, максимум, может, на занятия придти вот сюда к нам в класс, максимум 10 человек. То есть, нам сказали, что больше 10 человек, человек, врач, который будет это вести, он говорит, больше 10 человек нету смысла, потому что тогда будет просто как и на камеру наблюдать со стороны. А так каждый попробует. Каждый окажет первую помощь. Ну, я думаю, желающих будет больше. Ну, я сразу предупрежу, у нас только 10 мест. То есть, нас ограничить. Ну, давайте так, если наберется 20 человек, 2 тогда придется занять. Для 10, Ром, как ты считаешь? Ну, это вам решать. Не, ну, от количества зависит. То есть, понятно. Все, я вам ситуацию рассказал, занятие, это, по-моему, из человека, давайте так, я озвучу, надеюсь, что я не ошибаюсь. Это можно будет уточнить в группе, связавшись с Олей, там с ней списаться, она дает более точный ответ, это туда будет последний или последнее вообще занятие перед вождениями уже, и стоимость его будет 100 гривен с человеком. Вы сами понимаете, тут хотим, идем, не хотим, не идем. Это именно не теория, это практика по медицине. У вас будет практика по вождению, практика по медицине. не знаю, как люди отзовутся, конечно, я бы попросил, напишите мне сейчас в чате, кто хочет, кто не хочет. Смотрите, важнее связаться с Олей, да, потому что она планирует вот это вот занятие, оно будет последнее или предпоследнее, там, это мы еще с ней согласуем. Ну, вот такие планы. Как бы, если там, вы это воспримите и для вас все оно пройдет на ура, то мы такую практику внедрим и уже в следующих группах. Если это никого не заинтересует, значит, что? Мы эту программу свернем, да? Ну, как Роскосмос. Программу запуска человека нам рассвернем и все. Так, все. То, что я хотел вам рассказать, я рассказал. Надеюсь, люди видео посмотрят. Ром, если ты будешь захочется кому-то в глаза посмотреть, представь, они сидят, вот там ты, да, ты смотришь, вот они там. Вот у нас маленький микроавтобусик, да, с тонированным стеклом, и они там все это облепили и смотрят. Даже форточка никто не открывает. Ладно, это мы так, чтобы чуть-чуть посекретничали с Ромой. Ну, сделайте вид, как будто бы вы даже не слышали. Так, ну и поехали. Все, ура. Наконец-то переходим к нашему занятию. Наше занятие, приготовились все записывать, расположение транспортных средств на дороге. я у всех подсмотрю, какой почерк, сейчас подсмотрю, какой Романа почерк. У Романа очень необычный почерк. У Романа чуть-чуть пьяные буквы. Да. Я пытаюсь крупнее писать. А, крупнее? Пытаюсь. А, то еще мельче почерк, да? Это вот такие. Экономишь. Ну, Роман уже давно живет по-европейски, все так очень грамотно. Так, транспортные средства. Спрашивает, какого числа будут занятия по медицине? По медицине это последнее или предпоследнее занятие? Наверное, последнее будет. Фактически с врачом. Да, а, стоп. Последнее, это имеется в виду, мы проходим всю теорию и потом медицина общая теория и потом после общей медицины уже медицина практика. Вот. То есть, мы проходим всю книжечку правила дорожного движения вот такой не в красивом виде, Вот так вот вам видно, да? Вот мы ее проходим. Все. Потом я уже все рассказывал. Правила дорожного движения прошли, про машинки поговорили, поговорили про медицину, лекцию вам по медицине провели, и вот после лекции по медицине будет практическое занятие по медицине для желающих. давайте так, я вам озвучил, потом как будет что-то добавляться, такое, что я могу еще добавить или заинтриговать. я буду еще рассказывать. Так, тема, какая тема? Расположение транспортных средств на дороге. Вот, на дороге. То есть, как понять, где надо ехать на своем автомобиле? Вот выехали, оп, есть дорога. Ну, у Рома уже есть небольшой опыт, поэтому Рома четко знает, делает вид, как будто не знаем. Ну, такая, самая хитрая позиция, да? Даже, когда знаешь, говорит, я не знаю. Ладно, давайте поговорим, что у нас есть полосы для движения на дороге. И у нас была первая тема, там, Рома, помнишь, термины и определения? И вот там вот была цифра, что-то касалось полоса движения, вот там цифра, на которой нас пытались поймать, как будто мы дорожники рисуем разметку, да? И посчитали так, но если вы не знаете вот этой цифры, минимум, какой ширины должна быть полоса, все, вам право давать нельзя. Вот только от этого зависит, порядочный водитель или нет. Сейчас мы узнаем, насколько порядочным водителем будет Рома. Ром, какая там цифра была? 2 метра 75 сантиметров. Да, ну, кстати, в билетах через запятую пишется, 2,75, 2,75 метра. Ну, Рома, Рома школу закончил, наверное, на четверке, это точно, да? Не хочет признаваться. Ладно. И давайте, наверное, так вопросом запишем. Как водитель определяет количество полос на дороге для движения? Длинно, да? Как определить количество полос на дороге? Давайте вот так. Для записи пускай будет кратко. Как определить количество полос для движения? Вот. Как определить количество полос для движения? Роме, хорошо, потому что вот у меня лежит книжечка, и первое, как мы определяем, это знаки. И знак 5.16. Рома открывает знак 5.16, открывает книжечки. Вы же помните, было задание, что пока мы там рассуждали о чем-то, найти книжечку право-дорожного движения. 5.16. Повернуть? Да. Ну, я думаю, не видно. А если ближе, попробуй поднести к камере. Так, сейчас. И смотри. Вот над указательным пальцем. Ну, ладно. Я думаю, что книжечки у каждого есть. Там направление движения по полосам как раз и вот этот знак определяет, сколько у нас полос для движения. То есть, там знаки, которые показывал Рома. Все, сейчас Рома за вас всех будет смотреть, рассказывать. Рома, если мы видим вот конкретно вот этот знак, который у нас нарисован в книжечке, сколько полос для движения машин? 3 полосы. 3 полосы. Так. Бывает такое, дул сильный ветер, знак оторвался, или провод оборвался, нету знака. Но есть разметка на дороге. Значит, второе, по чем мы можем определять еще количество полосы для движения. Поэтому, мы записали? Не, мы не записали, да? Как определяется? Первое, знаки. И пример у нас 5.16. Это вот, чтобы хоть какой-то знак, чтобы понять, какого плана. Кстати, там тоже 5.17 тоже годится. Тоже показывают, сколько полос для движения. То есть, 5.16, 5.17. Следующее в нашем списке, это же, после знака, мы еще можем определять разметкой. Поэтому, кто не записал, сейчас пишет разметка. Это второе, по чем водитель определяет количество полос для движения. Разметку видел на дороге? Да, конечно. Ну, по ней легко определить? Да. Тебе контрольный вопрос. Представь, ты иди за рулем. Где первая полоса находится? Вот как будто ты сидишь за рулем и тебе пальцем нужно показать. Где первая полоса? Первая? Да. Представь, ты сидишь за рулем. Ну, к примеру, мы едем в правосторонний руль, Ты сидишь с правой стороны. Я тебя говорю, Ром, покажи мне пальцем, а где первая полоса на этой дороге? Ну, возможно, они считаются справа. И первая будет крайне правая. А ты прошлое занятие смотрел? Да. Ну, я же говорил, что когда мы сидим за рулем, то у нас нумерация полос для движения происходит по-арабски. Помните же, было такое? Возможно. Я не помню. Вот. Это мы так постепенно определяем, насколько вы внимательно смотрите, да? Ну, второй раз еще вопрос, онлайн смотришь? Да, но не пересматриваю. Запись. Запись. Ну, в основном просто перечитываешь, что написал. Угу. Так, хорошо. Знаки есть, разметка есть, и, а если нету ни знака, ни разметки, нужно было как-то в право дорожного движения прописать этот случай. И поэтому мы именно этот случай сейчас записываем вот таким образом. Самостоятельно водителям. водитель примерно прикидывает, поскольку может рядышком ехать машина вот столько полос для движения. Для вас, как для новичков, я всегда говорю это более такое монументально, да? Мы истинно расставляем рядом друг с другом троллейбусы. Сколько троллейбусов рядышком друг с другом можете поставить столько и полос для движения на данной дороге. Не сложно? Нет, конечно. А если бы я сказал, расставлять грузовики так сложнее? Ну, смотря какие. Ну, допустим, красные. А потом скажи, а если бы желтые были? Ну, да. Так какие сложнее? Красные или желтые расставлять? грузовики. Без разницы. Ну, ровно так. Пинутка юмора, да, было? Так. Это мы разобрались. Это у нас был первый пункт, и как определяем количество полос. Циферка 1, у кого не стоит, поставьте циферку 1. Это и ровно касалось. Циферка 1 есть. Ставим циферку 2 и переходим к следующему, о чем пишется в этом разделе. ПДД, правила дорожного движения, так сокращенно запишем, обязывает нас двигаться как можно правее. Правила дорожного движения, ну, или кто не хочет правила дорожного движения, можете написать. Обязаны двигаться как можно правее. Так это что, влево вообще никогда нельзя выезжать, Ром? А ну, давай, давай, логику включаем русскую. Не, ну, на обгон, на опережение. Обгон, опережение, повороты налево, разворот, все, конечно же, есть исключения. Давайте, вот так вот, запишем, как исключение, да? Хотя бы две напоминалочки. Исключение, левый поворот или разворот? Все, в этом случае никто вас не заставляет, чтобы двигайтесь как можно правее, членец правого ряда. Все. Хочу напомнить, что правило дорожного движения нам что говорят? Заранее занять нужную полосу, вот это логично, да? Чтобы не было там сюрпризом для других, да? Все, вот, все, левую полосу заняли, можем разворачиваться, поворачивать. Так, третий пунктик, то есть, тоже такая сборная, все, 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 где машины, какие двигаются, по каким полосам. Ставим третий пунктик и пишем. Если хотя бы в одном направлении две или больше полос, если хотя бы в одном направлении две или больше полос, выезжать навстречу запрещено. Ну, вы сами понимаете, что это, ну, не такой сильный запрет. Конечно же, если что-то произошло, допустим, яму выкопали на дороге, да, ее огородили, вы сможете объезжать там какое-то препятствие на дороге. Ну, а так, как бы, совершить обгон, да, кому непонятно, то обгон запрещен. Обгон, это что у нас? Это выезд на... Когда мы пользуемся встречкой. То есть, другими словами, если перекрутить, мы можем сказать такие вещи. что при наличии знака 5.17 можно ли обгонять? Нет, только опережать. Вот. Я надеюсь, книжечки у всех под рукой никуда не делись. 5.17 обгон запрещен. Так, по большому-то счету, смотри, можно сказать, что знак 5.17 запрещает обгон? Какой какой знак запрещает обгон? знак обгон запрещен. И знак еще какой? 5.17 тоже запрещает обгонять. Вот такие интересные нюансы всплывают. Так, теперь разберем ситуацию. Давайте запишем так. Если следующая цифра, следующий пунктик. Если на дороге три или больше полос для одного направления. грузовикам и тракторам запрещено занимать левую полосу. Исключение понятно, поворот или разворот. Грузовикам и тракторам запрещено занимать левую полосу. Рома, а как ты думаешь, для чего запретили? Ну, наверное, потому что большие габариты и, может быть, столкнуться со встречами. Нет? Там, вроде бы, как бы, на самом деле, это для того, чтобы улучшить пропускную способность дороги. То есть, чтобы не было так, чтобы грузовики выехали, три штуки стали, перегородили всю дорогу, к примеру. Мы ситуацию рассказываем, как будто бы три полосы в одну сторону, три полосы в другую сторону. Все, и едут себе там. Нет, оставили маленькую льготку легковушкам. Все, левая полоса это их. Ну, понятное дело, перед перекрестками где-то, грузовики будут делать левый поворот, конечно, они же они будут там выезжать. Ну, перед перекрестками скорость я бы посоветовал всегда снижать. Мало ли, что там на перекрестке может быть. Еще для тех, кто недопонял, что кто едет медленно, тот едет так, чтобы никому не мешать, в правилах дорожного движения решили еще разочек уточнить. Ну, бывает люди так, послушал, послушал, и не все ухватил, да? А пару раз напомнили в правилах дорожного движения, кстати, в правилах дорожного движения все дважды повторяется. Вот если почитать, в одном разделе сказали тебе за что-то, читаешь раз, следующий раздел начался, ты уже почти забыл, что там, тебе раз, второй раз повторяется, и ты думаешь, что, ты вроде уже это знаю. Вот такая вот маленькая хитрость есть в этой книжечке. Все повторяется, многие, не все, многие вещи повторяются дважды. Так, для тех, кто недопонял, мы проговариваем, и, наверное, даже под запись, мы под запись запишем такую вещь. Транспортные средства со скоростью до 40 км в час, транспортные средства со скоростью до 40 км в час, двигаются как можно правее. Ром, тебе не кажется, что уже мы, в принципе, это проговорили? Вот вроде бы как. Ну, только цифры в 40 не было. Ну да. Вот. А это вот еще одно уточнение. Как бы, посмотрите потом билеты, просто интересно, вот к этой цифре привяжут хоть какой-нибудь билетик на сайте или нет? То есть, по какому ряду обязаны двигаться транспортные средства со скоростью до 40? У которых скорость до 40? Так, я надеюсь, не, наверное, все-таки запишем, не помешает. Исключение левый поворот или разворот, Ну, это тоже вас приучаю к мыслям, что есть правило и всегда есть маленькая хитрость. Зачем удаляют в билетах? У тебя уже имеется опыт в решении билета? Да, конечно. Вот, ловят на исключение. Они пишут само правило там, и вы читаете и думаете, ух ты, как все классно, грамотно звучит, да? А потом раз, тебе так расписали, все, и потом вариантик следующий. Такой невзрачный ответ, как бы добавочка, да? Вариант один и плюс еще там пару предложений добавлено, да? К примеру, четвертый ответ предлагает. Вас там позапутали в первых трех. Так, все, с этим разобрались. Можешь назвать хоть одно транспортное средство, которое движется со скоростью до 40? Ну, либо машина на аварийке, либо, если имеется ввиду там велосипедист. А я думал, что раз пришли на курсы водители, логично. Приведете пример, ученик едет с инструктором, буква очка у. Там же другие скорости. Ну, 40 км в час. А максимум в городе 50. Какие другие скорости? Под сотню? Нет, 70 для тех, кто выучился. Кто выучился. Мы же говорим про инструктора, автошколу и вождение. Вот, так что, вот ваше вождение, смотрите, обязаны двигаться уже как можно правее. Все, ответ есть. А то спросите инструктора, почему мы не ездим, там, как-то хитро, да? Нам прислали сообщение, что в билетах для ТС со скоростью 40 км в час даже обгоны в правильном варианте, не только вопрос повороты и развороты и объезд еще. Да. Ну, так я и не понял, к чему там это все разговор. Это просто нам процедировать, что есть. Все, хорошо. Ставим следующую цифру. Рома, у тебя какая цифра там будет? 6. Ну, у Рома это 6. А у кого какая цифра? Рома, ставь цифру 6 у себя. Я поставил. Все, поставил цифру 6. Смотрите, а сейчас мы разберем очень интересную ситуацию. Она для вас, как для начинающих водителей, может показаться чуть-чуть странной. И мы это все запишем очень хитрым. Мы наверное запишем таким образом. Когда разрешено ездить по трамвайным фельсам? Вот так в виде вопроса. Интересно. И сейчас мы с вами запишем правила. Вот если они все выполнятся, тогда все. даже на легковом автомобиле Рома себя представит водителем трамвая, выйдет на рельсы, руль возьмет за перекладины, которые внутри. Но трамвай, там уже нет руля, там поручни. И вылечится себя самым настоящим водителем трамвая. А сейчас записываем условия. Когда это не надо записывать предложение обступления. Когда Рома может стать водителем трамвая? Планок не было? Нет, не было. Ладно, но все это про правила дорожного движения. Так, когда мы можем двигаться по трамвайным рельсам? Точнее, какие должны быть выполнятся условия, чтобы мы могли ехать по трамвайным рельсам? Первое условие. Готов записывать? Да. Да, запишем. рельсы попутного направления. Я надеюсь, в этой ситуации понятно, что... Хорошо, если вдруг кто-то не поймет, мы специально запишем, что мы можем выехать на трамвайные рельсы только в случае, когда они попутного направления. Значит, навстречный мы можем выехать? Нет. не можем. Мы это еще и под запись потом запишем. Сейчас все проговорим. Следующее условие, которое должно выполниться, это рельсы на одном уровне с дорогой. Ром, как ты себе представляешь не на одном уровне? Ну, что рельсы находятся не на масте, не под землей. А ты можешь себе представить такое, что проходит проезжая часть, потом стоит бордюр, тут идут рамвайные рельсы, потом стоит бордюр, и потом снова проезжая часть. То есть, вот так вот отделены бордюром, или возвышенностью какой-то, или вообще находится где-то в стороне. Если я тебе скажу одну дорогу, подъем улица Вестина. Представляешь где-то. Вот там классический пример, когда и не в одном уровне с дорогой. Так, следующее условие. Это третье. Нет запрещающих знаков. Рома, приходилось книжечку листать, какой у нас знак запрещает движение по трамвайным рельсам. Ты такое видел? Именно по рельсам. Да, но мы там говорим, все, мы можем выехать на рельсы, ехать как трамвай, какие условия должны выполниться. Попутное направление в одном уровне с дорогой, третье условие. Нет запрещающих знаков. Ну, разве что просто движение запрещено по полосе. Нет? на самом деле, открываем маленький секрет, это вот этот знак. Он говорит, машинки, это знак 5.16. То есть направление движения по полосам. Водитель едет за рулем с собой автомобиля и видит знак. Машинки для вас всего лишь три полосы. А трамвайными рельсами, как четвертой полосой, вам нельзя пользоваться. Почему? Потому что висит знак машины для вас всего лишь три. Понятно? Вот как хитро тут они вот это все закрутили. Получается знак направления движения по полосам или количество полос для движения, да? Это знак, который будет запрещать движение по трамвайным рельсам. Вот такая маленькая хитрость. И давайте себе запишем пример хотя бы одного знака, что это знак 5.16 5.16 знак 5.16 и другие могут быть, но это просто знаки, которые говорят, для машин столько полосы для движения. Так, следующее, это у нас, когда можем мы воспользоваться трамвайными рельсами, еще раз повторяюсь, попутного направления, в одном уровне с дорогой, нет запрещающих знаков, нет запрещающей разметки. Сейчас объясню, что за хитрость, такая запрещающая разметка. У вас где-то даже попадался в самой первой теме, по-моему, билет, где и трамвайные рельсы, вроде бы, закатаны в один уровень с дорогой, но между проезжей частью для автомобилей и трамвайными рельсами шла сплошная белая линия. Вот, сплошная белая линия, которая отделяет наш кусочек для машинок, да, и тот кусок дороги, где ездят трамваи, и все, сплошная белая. Это как раз и будет запрещающая разметка. Или знак 5.16 только прорисованный на асфальте. Тоже на каждой полосе будет нарисована конкретная стрелка, что с этой полосы мы едем туда, с этой, туда, с этой, сюда. Так понятно? Да. То есть знак 5.16 могут перенести на асфальт. Так, с этим разобрали. Теперь, Рома, а ты мне можешь сходу повторить их? Четыре правила. Мы пользуемся рельсами. Если. Если они на одном уровне дорогой. Так, Если нет запрещающих знаков, нет запрещающей разметки и если они попутные. Да, попутного направления. И смотрите, какая есть хитрость. Если эти четыре условия, четыре, да? Если эти четыре условия выполняются, давайте запишем, это запишем. Вот такая странная будет фраза. Если эти условия выполняются, смотрю, Рома записывает, чтобы понимать потом, когда можно двигаться. у Ромы почерк становится все мельче и мельче. Так, ставим тире. И теперь вот очень-очень важная фраза. Это если эти условия выполняются, то левый поворот и разворот мы всегда выполняем с трамвайных рельс. Левый поворот и разворот мы всегда выполняем с трамвайных рельс. интересная фраза тебе мог можешь представить давай какой кусочек дороги ты знаешь где там нам придется левый поворот и разворот делать вот я знаю одну дорогу я просто по ней раньше сейчас за ездил на московский проспект возле площади восстания так площадь восстания московский проспект поворот на там как бы оттуда перекресток ну а до него не перекрест а там идти до него там площадь восстания нету нигде кругом трамвай отделен от проезжей части со всех сторон нет если ехать в сторону академика павлова проспект вот и до поворота там рельсы прям по дороге по дороге но там висит знак направления движения по полосам и а подожди у нас у нас есть дорога с московского проспекта именно вот рядышком с тем перекрестком где мы едем короткая дорога к конному рынку наискосочек куда троллейбусы на круг заезжают нам помнишь все дела левый поворот всегда заезжает на трамвайные рельсы кто себе него не смог представить и где это я всегда привожу к примеру у нас локомотив есть знаете локомотив ивановка воду там вообще вся дорога есть трамвайные рельсы где вы левый поворот не соберете сделать везде судя по нашим записям вы должны заехать на трамвайные рельсы из них только делать левый поворот или развод так с этим разобрались смотрю что еще нам нужно разобраться так ну для меня так абсолютно очевидные фразы ну давайте запишем чтобы для вас это тоже стал очевидной фразы и поэтому пишем запрещено постоянное движение запрещено постоянное движение занимая одновременно две полосы пром тут как для тебя это правило это к трамваям или не 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 это вообще расположение транспортных средств на дороге как они а как трамвай может ехать и занимать одновременно и шей нет смысле по обеим вот по обеим трамвайным нельзя ехать нельзя ехать чтобы половина машины занимала один кусочек полосы вторая половинка короче ехать так что прерывная разметка была под машиной то есть вы определитесь для себя в каком ряду вы будете ехать в нем едьте перестраиваться можно из ряда в ряд это же не перестроение это же не постоянно движение перестраиваться а вот ехать постоянно что и не в одной и не в другой полосе вот это правило дорожного движения запрещали вроде бы смертельного ничего не да тоже мне запрет чине запрет ладно так дальше что у нас запрещено давайте запишем так запрещено при интенсивном движении запрещено при интенсивном движении пускай два раза повторится менять полосы движения о чем идет речь речь идет о хитрецах которые когда пробка медленно подъезжает может быть такое даже наблюдали то в один ряд перескочит там другой то снова это подскачет из ряда в ряд окажется по правилам дорожного движения это запрещено так что это является нарушением понятное дело что никто не говорит что а если вам нужно сделать левый поворот так что нельзя перестраиваться можно это прописали в качестве исключения давайте запишем так исключение повороты разворот или объезд то есть в этих случаях никто вам не говорит что нельзя а вот это вот хитро а ну скажи культурно хитро культурно не могу а вот это хитрость да такая человека который скачет из ряда в ряда вот ее правило дорожного движения запретить так мы когда разбирали светофоры у нас был светофор с реверсивным движением и вот там мы проговаривали одну вещь когда мы можем заехать на эту полосу ну ни для кого не секрет что вы должны гореть зеленая стрелочка да а вот именно в какой момент едете вы видите его вижу вдалеке светофор корень зеленая стрелочка все заезжаем полос или нет чего так засомневался рома давайте запишем вот тут самое главное что я говорил а теперь то что я предупреждал еще на записи не было мы просто так транслировали без записи наше занятие что все в правилах дорожного движения повторяется дважды и давайте запишем так въезжаем на полосу с реверсивным движением давайте хотелось бы чтоб так не размытая формулировка была в скобочках добавим что горит зеленый зеленый это меняется виду реверсивный светофор добавляйте в скобочке горит зеленый и продолжение закрываем скобочки продолжение предложения только после проезда под светофором так понятно метр остался до светофора вы езжайте на полосу с реверсивным движением вы нарушить вы обязательно должны проехать под светофором и только потом имеете право заехать в полосу внимательно смотрите билеты там будет билеты машинка выезжает на полосу с реверсивным движением и предлагается несколько траекторий как понять проехала она под светофором или нет там будет тянут провод стоять столбы и вот по основанию эти вкопаны столбы мы будем смотреть вот если траектория автомобиля пройдет уже за тем местом где вкопаны столбы значит все нормально под светофором машина уже проехал если еще до этого места что я вам расскажу посмотрите билет по крайней мере интрига уже есть так следующий пунктик у ромы уже у ромы десятый а мы в конце потом подведем итоги кто сколько пунктика у себя цифрами понаотмечал не обязательно равняться на рома но рома у нас получается один из всех отбывается на сегодня так движемся дальше запрещено движение по тротуарам и пешеходным дорожкам для нас как для водителей категории b что написали по тротуарам не катаемся до они сюда кататься ровно по проезжей части все я думаю что для машин достаточно проезжей части так привыкаем нашему законодательства каждом правиле есть исключением поэтому планы переходим к исключению исключение у нас и вида три назовем сейчас первое это обслуживание записываем обслуживание кому непонятно что такое обслуживание к примеру я сюда привожу квартирный переезд ну понятное дело что грузовик который перевозит мебель и он что он всегда старается поближе подъехать к подъезда они становятся где-то там за 50 метров все заезжает на тротуар такая машинка следующая это у нас выполнение работ выполнение работ примеры всегда привожу или прорвало трубу экскаватор заезжая дай копать его на тротуаре даже бывает все никто не копает с дороги там и траншеи туннель метро там нероиды все там не про прорвало там и копать или следующий вариантик вот есть от зимой маленькие машинки парки до которые убирают тротуары снег чистят вот такие машинки это вот выполняются какие-то работы ну и последний случай это когда нет иного подъезда по-другому никак не подъехать туда куда давайте вот так в кавычках возьму куда вам надо примеру привожу пример такое у вас во дворе стоит гараж перед гаражом проходит тротуар и рядом с артуром дорога получается что вы заезжаете к себе в гараж как сворачиваете здоровье пересекли тротуар и поставили машину в гараже вас нету иного выхода или варианте такой сделали какую-то небольшую парковочку да никто там еще дорогу основательно не сделал и мы все-таки проезжайте через тротуар все там тоже нет иного подъезда вот в этих случаях конечно же можно так ну и в этом полутики хотелось бы поговорить о велосипедистах и огужевом транспорте но велосипедистах я рассказывал а гужевый транспорт это было домашнее задание сейчас у рома узнаем ром скажи мне сейчас все правда узнаем рома скажи не читал гужевый транспорт прошу там пишем про про гужевый транспорт ну да про повозки там с лошадьми на самки короче упряжки и про скотоводов пастухов ну в общем скотоводом а там есть такое слово скотовод ну как это сказать животные которые столпились там заболеет кто такой скотовод скотовод это животные которые там столбе столпились и следят за коровами но я имел ввиду тот кто их там ведет это скотовод скотина возможно но не об этом пастух ну в том числе что пастух тоже может быть скотина погонщик животных вот ура погонщик животных наконец-то робот вспомнил не право дорожного движения решили написать погонщик животных как бы погонщик животных погонщик животных может и просто с собой тянуть осла может так так вот хотелось бы поговорить про велосипеды выживый транспорт позади и как не со мной про мопеды вот что особенность дело в том что у нас машинам я так загарит скажу машинам у нас запрещено ездить по обочине обочина для чего нужно когда можно их заехать на обочину на машине приехали ехали устали да вот там вот постоять и отдыхать то есть не ехать обочина не предназначена для движения автомобиль а вот особенность какая что у нас велосипедисты мужевый транспорт и мопед они могут спокойно вот выехал и по обочине пожалуйста чесать никто это не запрещает то есть получается что у нас едет полиция если видит к примеру выйти с речки с безлюдовки да а там очень часто любят так стоит очередь из машин а некоторые товарищи на джипах танков и едут по обочине вот если вдруг попадается такая машина на глаза полиции она ее догоняет и штрафует ее за то что автомобиль едет по обочине вот такая интересная ситуация по обочине ездить нельзя а если будет ехать мопед велосипед или гужевый транспорт вот и можно так схитрим роме задаю контрольный вопрос роман готов мотоцикла можно ездить по обочине нет на самом деле мотоцикл он тоже запретили все я надеюсь благодаря этому ответу запомнили до мотоцикл у нас какие машины нельзя ездить по обочине по обочине разрешили только мопед велосипед ну короче давайте такие лошади скажу гужевый транспорт давайте вот так как я у себя тоже этом конспекте записал особенности движения мопеда велосипедов и гужевого транспорта записывайте особенности движения велосипедов мопедов и гужевого транспорта а я смотрю как записывать вам так и пишем надо так какой пункт это у меня 11 11 сейчас это последний пунктик и сейчас мы сверим у кого какой так у рома 11 и тут у нас будет такое перечень что особенного да им но с уже перечень есть мол примене слова им на им разрешено движение по обочине следующее обязаны всегда двигаться как можно правее следующее очень 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 необычно наблюдая за велосипедистами особенно сейчас никто из велосипедистов это не знаю левый поворот или давайте сразу писать левый поворот или разворот можно выполнять только там где по одной полосе в каждую сторону и нет трамвайных рельс по центру вот такой интересную необычной варианте сейчас допишите и еще разочек прочитайте вот это предложение ром тоже прочитай внимательно это предложение я понимаю я видел ну ром каждый из нас видит как другие нарушаются мы сейчас о чем говорим мы говорим о том чтобы знать право дорожного движения и научиться применять таким образом чтобы давайте так очень почти никогда не нарушить а как поступать если к примеру по две полосы в каждую сторону и нам нужно было сделать левый поворот подъезжают перекрестка две полосы в каждом направлении нам нужно на дорогу которая на перекрестке пойдет влево как поступать с левой полосы поворачивать у нас же две полосы читаем что про велосипедистов пишет самое последнее говорю прочитай последнее предложение я понял ты прочитаю вслух теперь людям но левый поворот разворот только там где по одной полосе в каждую сторону у нас по две полосы в каждую сторону как бы но у нас же вы больше никогда не попадете в этот магазин как бы рома ты ж парень логично думаю ну останавливаемся на пешеходке переходим до вот такая маленькая подсказочка да рома подумай логично не просто подумал там не только давайте так трамвайные рельсы у нас тоже считается всегда одной полосой для движения просто иногда по ним можно ехать машине она нельзя но если есть одна полоса для машины и рядом проходит трамвай то есть все ни о каком левом повороте на велике тут и речи не может быть так ну это что касается мы самым больше наблюдаем велосипедист правда почти никто из велосипедистов это не знает а может быть кто и знает те нарушают так и теперь смотрите у нас этот пунктик правил дорожного движения закончился и я попрошу кто у себя вел нумерацию написать у ромы получилось сколько пунктиков я сейчас посмотрю 11 11 пунктиков получилось а у кого сколько получилось рома тебе что-то пишет пока нет у кого сколько разделов получилось 11 тоже 11 до 11 10 9 а сколько же было на самом деле да признаюсь честно у меня получилось тоже 9 где-то втихаря даже 12 да даже 12 смотрите у нас есть время и мы наверное разберем уже кусочек следующей темы она такая неслажда пускай мы чуть-чуть будем идти может быть даже с опережением графика ну а мы поговорим про скоростя каждый себе представляет вот это я так еду ветер в лицо я шпарю да группа любая пела песни знаешь такое группа да чтобы они такое пели ветер в лицо я шпарю может там не в лицо не пили фрифму не знаешь не помню ну вот все так давайте так темку для начала запишем тему скорость движения поэтому пишем мы говорим о правилах дорожного движения поэтому правила дорожного движения уже изначально подразумевает что никто не превышает максимально разрешенную скорость это люди которые писали правила вот так вот считали никто не превышает то есть это уже считается само собой сразу вам хочу проговорить такую вещь которую знают все водители смысл от вас скрывать нечего эту интересную вещь что штраф у нас начинается с фразы до этого штрафа нет превышение на 20 км в час и более то есть если у нас разрешено 50 в городе да рома назови максимальную скорость когда еще нету штраф штраф превышение на 20 и более на 20 уже попадает 70 69 да 69 км в час полиция может вас остановить может сказать что вы нарушаете но штраф выписать не может вот есть вот такая у нас маленькая маленький козырь да в руках при этом они оформляют протокол нет ну протокол же они всегда когда накладывается штраф когда к ответственности привлекается а тут предупредили рассказали все считаем так чтобы мы никогда не превышаем максимально разрешенную и теперь а сколько же выбрать вот допустим ну к примеру чтобы легче было мы за городом у нас для обычной легкового автомобиля за городом обычная самая дорога максимум разрешено 90 как выбрать с какой скоростью стоит ехать то есть может быть ехать 80 может 70 может 40 и в правилах дорожного движения расписано что нужно учитывать прежде чем вы выберете скорость ну главное не превышаем максимально разрешено и поэтому записываем так выбирая скорость учитываем выбирая скорость учитываем так ну и первое что мы учитываем это и сейчас у нас будет перечень это дорожная обстановка Ром что для тебя дорожная обстановка ну я думаю в пробках 80 мы ехать не будем количество машин количество пешеходов ширина дороги сухой асфальт или гололед вот это все 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 мы вот так загали скажем это дорожная обстановка следующее что мы учитываем это особенность груза бывает бывает такой груз который лучше какой пример привести мы в погреб везем консервацию а дорога не очень хорошая вот так может груз влиять на то что мы будем ехать медленнее другие водители могут там по этим ямкам легко пролетать да сильно не заморачивая мы со своей консервацией есть еще один интересный вариант когда у нас бочка с жидкостью которая не заполнена полностью из-за того что вода может попасть в резонанс машина может перевернуться даже на небольшой скорости это вот большие цистерны автомобиля да вот пример вот особенность груза не полностью заполненный там емкость грузовика следующее это у нас мы продолжаем наш перечень состояние транспортного средства состояние транспортного средства у нас будет темка специальная где мы будем разбирать поломочки что с ними потихонечку можно будет ехать к месту ремонта например не так какой самый страшный привести пример это не так хорошо работает тормоза можно ли ехать работает работает да права дорожного движения говорят да можно потихонечку к месту ремонта или стоянки все понятное дело что скорость не такая будет как у всех поэтому состояние транспортного средства у нас уже записан пункт следующее что мы еще учитываем давайте запишем так так ночью или при недостаточной видимости ночью или при недостаточной видимости То есть я даже себе запишу вот это. Поставим тире. Успеть остановиться в пределах видимости дороги. Успеть остановиться в пределах видимости дороги. Успеть остановиться в пределах видимости дороги. Рома, я тебя попрошу вот здесь. Вот, да. Так, записали. Это меня отвлекло. Тут попытался на компьютере сделать запись. Что-то у меня пошло не так. Рома всю ситуацию исправил. Как инструктор, да? Когда ученик за рулем. Смотрите, это вот как бы, дальше у меня написано, что вам, вот о чем стоит сказать. Любая неприятная ситуация, которая вам хоть каким-то образом не нравится на дороге. Что, говорят, у нас всегда на это один ответ есть в правилах дорожного движения. Любая непонятная ситуация для водителя снизит скорость, а при необходимости остановиться. Ну, это как считается, это вообще железное правило. Вот что-то пошло не так. Вот у вас подозрительно ведет какой-то автомобиль, который едет впереди вас. Идет человек, шатается, да? По дороге вправо-влево. Точно так же едет велосипедист. Повозка как-то странно начала выезжать на центр дороги. То есть любая ситуация, которая развивается, все предсказывает к тому, что все идет к неприятности, все показывает. Как только вам кажется, что это первый шаг к неприятности, все, правило дорожное движение, говорят, все, здесь есть скорость, при необходимости остановиться. Это палочка-выручалочка. Давайте запишем так. При возникновении опасности. Это попадает под тему скорости движения, да? Вот как бы логично работать. При возникновении опасности, да? Снижаем скорость, а при необходимости останавливаемся. Вот так вот напишем. И смотрите, дальше пойдут цифры, цифры, цифры. Сейчас попробую каждой цифре ее рассказывать, небольшую историю, чтобы запоминалось. И мы будем по возрастающей идти, начнем с маленьких цифр, и будем все больше и больше и больше по цифрам забираться. То есть ограничения будут все слабее и слабее. И давайте так и запишем. Ограничения по скорости. Вот что-то придумалось, конечно, вначале говорить цифру, а потом уже пояснение. И первая цифра, это первое ограничение, которое у нас присутствует в правилах дорожного движения, это 20 км в час. Пишем 20 км в час. И сейчас с вами запишем, где у нас правила говорят, что 20 это предел. Это дворы и пешеходная зона. Специально я сказал дворы, потому что в правилах дорожного движения это называется жилой зоной. Но дворы вот так вот понятнее. Вы знаете, это предел. Больше чем 20 вообще ехать нельзя. А сейчас попрошу вас представить ситуацию такую. Едете вы на автомобиле, а во дворе вдоль бордюра стоят припаркованные машины. И вы едете со скоростью 20. И вдруг из одной из машин выскакивает ребенок, который бежит на площадку, потому что там увидел игрушку, мячик или какого-то знакомого друга. Этот ребенок такого роста, что раньше, как он подходил к автомобилю, вам не было видно. Потому что его рост как раз в рове. И в этой ситуации, когда прямо перед вами выскакивает ребенок, вот вы точно поймете, что даже 20 км в час это очень большая скорость. Поэтому, мой совет. Когда вы приезжаете откуда или выезжаете куда-то, давайте нагонять по скорости, вы будете в любом другом месте. Будем пользоваться хитростью, плюс 20 штрафа нету, да? Ну давайте двор вообще возьмем за железное правило. Со двора мы выезжаем, если это механика, на первой передаче на холостых оборотах. Вот едет так потихонечку машинка, мы вообще газ не добавляем. А ногу, если вдруг есть подозрение, что могут выскочить эти, вы вообще с газа уберите и приготовьте, чтобы она уже стояла над тормозом. Если что, нажмете на тормоз, мотор заглохнет, ничего страшного, но все закончится благополучно. Заглохнет мотор, взяли, завели и поехали дальше. Поэтому давайте вот наши, пускай будет 50 метров просто цифры хоть какую-то возьмем. Вот эти 50 метров всегда возьмем за правило. Вы едете потихонечку, вы посмотрите по сторонам, с кем надо, здороваетесь, да? Если что, открываете окошко там и кричите соседям громко «Здрасте!», которые сидят на лавочке. Но едете всегда вот эти последние 50 метров. Очень медленно, медленно. Например, про меня соседи всегда говорят, что «А, как только видим, машина медленно заезжает». Мы уже знаем, кто это приехал. Я всегда очень, очень медленно заезжаю. Ну, это уже как моя визитная карточка, да? Уже все соседи знают, кто едет. Я всегда еду, подъезжаю, там, останавливаюсь, здороваюсь с людьми. Опять тронулся с места, поехал дальше. Не спеша, кайфуйте от того, что вы едете за рулем. Кайфуйте от того, что у вас нет проблем. Научитесь радоваться жизни. Так, все, жилая и пешеходная зона поговорили, да? Так, следующее ограничение. Мы с цифры начинаем. 40 километров в час. Так, что за ограничением? Это минималка на автомагистралях и дорогах для автомобилей. Поэтому так и пишем. Минимальная скорость на автомагистралях и дорогах для автомобилей. Давайте, чтобы автомобильная дорога и дорога для автомобилей не путались, да? Дорога для автомобилей – это и название знака, поэтому давайте в скобочках запишем знаки 5.1 и 5.3. Через точку пишем. Специально книжечку смотрел. 5.1 и 5.3. Это дороги за городом, на которых сделали такие условия, что скорость можно было поднять выше, чем на любой другой дороге за городом. На обычной дороге за городом. Стоп. Это же сегодняшняя тема. Чего я? Не спешим. Так, поехали дальше. Следующая у нас цифра по поводу скоростей – 50 километров в час. 50 километров в час – это у нас максимум при буксировке. Смотрите, у нас есть уже две интересных записи. 40 – это минимум на… Ну, к примеру, на автомагистрали, да? Пускай будет такой пример. 40 – минимум на автомагистрали. А50 – это максимум при буксировке. Если, смотрите, вот эти два пунктика, как могут о них спросить Гелина? А про них спросят таким образом. Разрешена ли буксировка на автомагистрали? Ну да, до 50 километров в час. Ну, от 40 до 50. Да, вот, вот так вот и будет звучать. Да, буксировка разрешена со скоростью 40-50 километров в час. Вот эти вот какие-то… Подковырка я спрошу, да? Шайтаны, да? Ну, просто реально. Так, движемся дальше. 50 было, теперь у нас… А, у меня вопрос. Да? Погрешность распространяется на эти ограничения? На максимум буксировки. Ну, у нас как водитель узнает, с какой скоростью он едет? Ну, смотрит на спидометр. Вот, по спидометру. Ну, только по спидометру и… Но если он будет ехать 60, то… Спидометр будет показывать 60? Да, штрафует или нет? Нет, штраф начинается 20 и более. Вот. То есть, 40 и по жилой зоне можно… Ну, мы о чем говорили? Да, я понимаю. Мы говорили наоборот, что 20 – это много. Так, сейчас, что хотелось сказать про скоростя и про спидометр. Спидометры всегда чуть-чуть врут в большую сторону. То есть, на самом деле, вы едете медленнее, чем показывает спидометр. Это принципиально так делают все спидометры на автомобилях. Причина понятна почему, да? То есть, посчитали, пускай лучше вы будете ехать даже чуть-чуть медленнее, это вам на пользу, чем спидометры, к примеру, едете, вы смотрите, по спидометру 60, да, а на самом деле сотня. То есть, все спидометры всегда чуть-чуть врут. И врут, что спидометр показывает больше скорости, чем едете на самом деле. Но это все из благородных целей. Так, и дальше 60 км в час. Пишем, 60 км в час. Нет, еще 50. А что 50? А, ну 50, да, это... Давайте тогда запишем еще, где у нас 50. Это знак, населенный пункт на белом фоне. И тут нам снова пригодится книжечка. 5.45 у нас Одесса. Если будет другой фон, ограничения скорости 50 нету. А вот белый фон, вот это у нас ограничение скорости 50. Кстати, все названия улиц в городах, вот в Харькове, да, все тоже на белом фоне написаны. То есть, считается так, если вы видите знаки, названия улиц, парков, там еще что-то, на белом фоне, то, знаете, вы находитесь там, где ограничение 50. То есть, все вот эти надписи будут как на чистом листке бумаги. Так, движемся дальше, 60. Скажу в шутку, чтобы запомнилось просто на самом деле, причины были другие. Чтобы люди, которые ездят в открытом кузове грузовика, не сдувало ветром, пришлось ограничить скорость. А какую цифру у вас уже записана в тетради? Осталось поставить тире и дописать. Перевозка людей в кузове грузовика. Все себе могут представить кузов грузовика, Ром, как ты считаешь? Все наши? Ты смотри. Тентованные могут кузов грузовика представить? А, да. А не тент применяется, а металлический коробочек сверху на кузов один. Да. Все вот это, все равно кузов грузовика. Поэтому хоть тент, хоть металлическая будка стоит. Если вы видите, кабина грузовика, дальше что-то на кузове сооружено, всегда ограничение будет 60. А животных можно перевозить? Подожди, ну правила дорожного... Ты сейчас... А птиц, да? Нет. А если насекомых перевозим? Пчел. Да, здесь сказано только о людях. А то, представь, у Ромы пошли вопросики. А если их там в корову везем? Ладно. А лошади? А овт? А потом... А если куриц везем, да? А если пчел перевозим? Все. Решили не заморачивать. Так, двигаемся дальше. Есть у нас 70 км в час. Давайте вот так вот запишем. Ну, мне придумалось вот так вот интересно сказать. Максимум за городом для новичков. Давайте вот так запишем. Максимум за городом для новичков. Кто такие новички? Рома, я думаю, ты легко догадаешься. Ну, это мы после сдачи... Да, вы получили права, вам выдают временные права на два года, и сколько у вас на руках временные права, столько вы будете считаться новичком. То есть, это водители со стажем до двух лет. Это вот так вот грамотно звучит. Ромка решил себе записать. Ему для новичков не подошло, да? Что так быстрее? Что так быстрее записывать? Я думал, вообще быстрее не записывать. Ладно. 77. Так. Теперь у нас будет такой интересный список. 80 км в час. Здесь у нас три пункта будут. 80 км в час. Вот по ним есть ограничения. Первое. Это святое дело. Это перевозка. Детей автобусом. Автобусом. Перевозка детей автобусом. То есть, речь идет о перевозке организованной группы детей. Там организованная группа, это какая цифра там? Сколько деток? Детей? Да. Больше десяти. Ну, десять и более, да. Все. То есть, 80 это, ну, тут понятно смысл. Это детки. Никто там не гасает, скорость или поменьше. Ну, чтобы и долго не ехали. То есть, вот пришлось как бы выбирать, да? Вот. И нужно, чтобы недолго в дороге были. И чтобы ехали не быстро. Ну, пришли к выводу, что 80 км в час, это именно вот та золотая середина. Так, следующее, 80 км в час, это легковой автомобиль с прицепом. Это его предел. Ром, почему? Касалось бы, ну, легковой автомобиль у нас там на автомагистрале, пожалуйста, лети 130 км в час. Ну, можно сдвинуться там, мало ли что произойдет с прицепом. А на самом деле вся беда, что не все прицепы оборудованы тормозами дополнительными. А автомобиль, его тормозная система рассчитана на что? На вес автомобиля и на вес груза, на который рассчитан сам автомобиль. А вы к нему еще цепляете еще половина веса автомобиля. Ну, 750 кг. Возьмем, чтобы машина полторы тонны. То есть еще половина веса добавляется, а тормоза не рассчитаны. Из-за этого пришлось... Вообще, легковой автомобиль не рассчитан на буксировку прицепов изначально заводом-изготовителем. Он не рассчитан на то, чтобы на крыше возить грузы. Изначально заводом-изготовителем. Все это плюшки, которые просто убивают ваш автомобиль. Не сразу, конечно. Ладно. Записали. Легковушка с прицепом, да? И еще у нас ограничение есть 80 км. Это... Давайте так вот грубо скажем, но это запомнится, да? Мотоциклисты. Давайте все. Пускай будут мотоциклисты. Для них вот предел... Это за городом, конечно же, будет мотоциклисты. А, грубость. Я же обещал грубость, да? Да чтобы в случае ДТП не ходить, не собирать по кускам на большое расстояние мотоциклиста этого. И запчасти от мотоцикла. Поэтому решили упростить работу вот тем, скажем по-сорому, гаишникам, да? Которые приезжают на место ДТП. Чтобы ноги сильно не уставали. Чтобы не ходить дома, да? Все. Это... История-то не то, что я так считаю. Это просто, чтобы запомнил, что и мотоциклистам тоже ограничены. Нарушают мотоциклисты? Конечно. Да не то, что там за городом. Они даже в городе умудряются нарушать, да? Не раз вы видели. Так. 90 километров в час. Это автобусы. Вот тут нам и нужно разделение микроавтобусы. Помнишь, у нас мы как-то расстроили микроавтобусы и автобусы? То вот тут ограничение 90. Это к автобусам. Это в скобочках запишите. 17 и более мест. О каких автобусах идет речь? Лишний раз напомню. И для решения билетов я добавил еще один пунктик. Это 90, где у нас будет ограничение. Это населенный пункт на синем фоне. Этого в правилах нет. Но есть вопросик в билетах. А с какой скоростью может ехать? Там автомобиль или что-то еще будет нарисовано. Будет, к примеру, рудня, написанная на синем фоне. А вопрос будет, с какой максимальной скоростью. Вы там выбираете пункт 90 и ура. У вас правильный ответ есть. Вы найдены шаги из 18 правильных шагов, да? Ближе же к получению водительских прав. Так. Вы знаете, вот есть такая необычная вещь. Что мы едем по трассе. И у нас на трассе попадается... На трассе попадается... На трассе попадается... Сейчас специально небольшую паузу держу интригу. На трассе попадается знак. Ну, раз в книжке рудня написано. Знак рудня, да? На синем фоне. Вы как ехали со скоростью, с максимально разрешенной для вас, так и продолжаете ехать. Но при условии, что вы продолжаете движение по этой дороге, где встретился знак. Стоит вам свернуть на любую улочку этого населенного пункта, да? То там ваша предельная скорость будет 50 км в час. Поэтому у нас как-то 90 км, если знак на синем фоне. Сейчас, как же записать там, да? Давайте запишем так. На других улицах этого населенного пункта, да? Да, давайте так. Так и напишем. На других улицах данного населенного пункта... Это у нас как продолжение, да? На других улицах данного населенного пункта максимум 50 км в час. Нам еще требуется 4 минуты, мы закончим. Через 4 минуты, если вдруг кто-то там волнуется, думает... Ох, я укипалки как-то долго затянулась. Так, ну и осталось... Смотрите. Мы тут поперечисляли, поперечисляли. Давайте, давайте, кто не попал в наш перечень. Давайте мы просто вот так вот их пропишем в ряд, а потом дальше продолжим нашу мысль. У нас в наш перечень не попали легковые автомобили. Давайте запишем. Записываем. Легковые автомобили. Ну все поняли, да? Он никого не буксирует, он без прицепа. Дальше в наш перечень не попал. Грузовики и грузовики с прицепом. Их нету в нашем перечне. И дальше в нашем перечне нигде не попадались микроавтобусы. Микроавтобусы. Вот для них давайте запишем. А так, наверное, и продолжим. Поставим запятую и напишем. Для них. Дорога для автомобилей. А, для них. Для них написал? Нет. Пиши для них. Два и то, что поставил. Для них. 110 км в час. 110. Дорога для автомобилей. И 130 км в час автомагистрали. Это потолок. По правилам, с какой скоростью могут двигаться. Так, минута уже прошла. Я обещал 4 минутки. Еще 3 минуты у меня есть. И давайте запишем, что запрещено. Запрещено. Ну и у нас перечень будет небольшой. Превышать скорость на запрещающих знаках. Ну, это логично. Следующее у нас запрещено. Уже есть. Превышать максимальную скорость, определенную заводом-изготовителем. Превышать максимальную скорость, определенную заводом-изготовителем. Тут как-то непонятно, да? Так, все понятно. Пример, который был приведен Ромой, да? Бочка, заполненная наполовину. Поливалка едет по городу. Может, кто-то видел? Сзади на таких поливалочках вообще знак приклеенный 40. Попадалось такое? На поливалке сзади? Не обращал внимания. Не обращал внимания. Ладно, вот. Завод-изготовитель определил. Если машина едет наполненной водой цистерны, да? А тем более наполовину. Предел 40. Это вот заводом-изготовитель. Следующее, что запрещено. Двигаться без... А, давайте так. Препятствовать другим, двигаясь без необходимости медленно. Вот так. Препятствовать другим, двигаясь без необходимости медленно. Когда вы никому не мешаете своим медленным движением, да? Да, пожалуйста, едьте медленно. Если вы по какой-то причине не можете ехать быстрее, все, езжайте медленно. Но если причин никаких нет, и вы просто задразниваете других водителей специально, да, это дело, то это правило дорожного движения запрещено. Следующее, что запрещено, это резко тормозить. Ну, вот это, наверное, и все запреты, о которых я хотел проговорить. Когда будете решать билеты, смотрите, у нас есть временные знаки ограничения скорости, будут постоянные знаки ограничения скорости. Временные, это на желтом фоне, да? У нас временные, они главнее, чем постоянные, напоминаю. Поэтому, когда есть и тот, и другой, на какой смотрим? Смотрим на желтенькие. Ну, а на сегодня все. Вопросики Рома у нас, соответственно, будет в течение двух минут или минуты принимать вопросы ваши. Может, у кого-то они появились за время лекции. У кого нет вопросиков, да? Все знают. У нас есть фраза, типа, у меня нет вопросов, но она как-то по-другому пишется. Как буква С, потом П. Че? Да ничего, че это ни С и ни П. Когда нет вопросов, люди пишут обычно, спасибо, до свидания. А вот вопрос. Если все четыре условия выполняются, но по рельсам едет трамвай, мы можем перейти? Не-не-не-не-не-не. У нас так, вы пропускайте трамвайчик, а потом заезжайте на рельсы. А трамвай, по-моему, всегда, да, имеет привилегию? Да. Когда одинаковые условия у машины и у трамвая, трамвай, как говорят водители между собой, всегда прав, да? Смотрите, как поступать? Если есть возможность дождаться, чтобы трамвай проехал, пожалуйста, дожидайтесь. Хотя мы часто видим, на перекрестке бывает так, машина выехала, трамвай сзади подъезжает, сигналит, как все считают, возмущаются водителям. Что делает встречка? Встречка, видя, что трамвай подъехал и возмущается, обычно останавливается, да? Такого нерадивого водителя пропускают, бок с тобой езжай, делай свой левый поворот, и потом продолжает движение. То есть, все всегда водители обычных машинок стараются поступать таким образом, чтобы не мешать трамваю. Поэтому и наше правило, двигаясь по трамвайным рельсам, когда вы всегда делаете так, чтобы не мешать трамваю. Смотрите, я как-то обошел слово стараетесь, да? Всегда делайте так, чтобы не мешать трамваю. Схитрил. Так, еще, Ром, есть у нас вопрос или нет? Нет. Ну, если нет вопросиков, я думаю, что пока мы читали вопрос, пока объяснял, время две минутки прошло. Ну что, Ром, говори всем. До свидания. Всем пока. Если что, если Рома вам понравился, пишите в чате, в котором вы общаетесь между собой, и приглашайте Рому к себе на чай. Все, до свидания.